Солнышко Зайчик солнечный блестит, солнце шлёт его с небес. Улыбайся, Шишкин лес! Здравствуйте, друзья! С Рождеством Христовым! Зубок и Коксик сказали, что немного опоздает, поэтому давайте начнём без них. Сейчас идут святки, нам пришло много рождественских рисунков. Спасибо вам, ребята! Вот первый рисунок, который я хочу вам показать. Его нарисовала Олеся Корягина из посёлка Горка Владимирской области. Здесь изображён богомладенец, лежащий в ясьях. Над ним склонились его причистая матерь Девы Марии и святой Иосиф. Рядом стоят овечки, а в небе светит вифлеемская звезда. Замечательный рисунок! А рядом два рисунка братьев Даниила и Серафима Шлыковых из города Киржач. Тема их рисунков – поклонение волхвов. Серафим нарисовал звезду, которая указывает путь на вифлеем. А на рисунке Даниила волхвы уже подошли к ясням и увидели богомладенца. Молодцы, ребята! Здравствуйте, День! Здравствуйте! Простите, что опоздали. Нам надо было Еноточу помочь. Ничего страшного. У нас ещё много времени, чтобы полюбоваться рисунками. Ой! Давайте же скорей откроем выставку, а? Точно! С удовольствием! Итак! Очередная выставка Шишкиного леса объявляется открытой! Я уже ребятам сказал, а теперь говорю вам. У нас много рождественских рисунков. Ну, конечно! Сейчас же праздники! И рисунки должны быть праздничными. О! Вон та картина! Мне очень нравится! Этот рисунок нарисовал Илья Гуськов из посёлка Горка в Владимирской области. Да! Тут домик! Ну, прямо как и наша избушка, а? Ой, смотри, смотри! А кто там рядом с домиком стоит? Да это же Шуня! Какая Шуня? Ты видел, что у нашей Шуни вот такие огромные уши были, а? Да! Ну и что? Всё равно похоже на Шуню. И рисунок хороший. Молодец, Илья! Конечно, молодец! Ведь Илюше всего шесть лет. О! А рядом рисунок его сестры Ксении Гуськовой. Какая ёлка красивая! А мне вот та ёлка очень нравится! Красивая, нарядная! А по бокам салют! Да, и мы с тобой стоим, радуемся празднику! А-а! У меня в лапах даже коробка какая-то! А-а! Это, наверное, подарок! А кто это такую красоту нарисовал, а? А эту красоту нарисовал Дима Букин. Ему всего девять лет, а живёт он в городе Александров. А рядом рисунок Антона Родина. Он из того же посёлка Горка. У-у-у! Какой Антон молодец! И ёлка, и солнышко, и звезда! Да! А вон твой портрет! Ой, и правда! Такого замечательного коксика нарисовала Никишина Катя из города Рязань. Да, портрет отличный. Только, Коксик, ты тут чего-то худой. Не худой, а стройный! Это совсем другое дело. Друзья, обратите внимание вот ещё на один рисунок. Его нарисовал Владислав Матев. Ему девять лет. Ой, а где живёт Владислав? Да. А он живёт в селе Малая Галаустная Иркутской области. Угу. Очень интересная картина. Все деревья треугольные. Именно. Помните, у нас было такое задание? Нарисовать с помощью треугольников рисунок. А-а-а! Я понял. И Владислав прислал нам именно такую картину, да? Ну, тут есть не только треугольники, но есть ещё круги, овалы и линии. Он выполнил очень точно наше задание, и за это ему большое спасибо. Да, спасибо, Владислав. Спасибо. О, а это картина со школьными предметами. А её кто нарисовал? Её нарисовал тоже Влад. Ой, здорово! Надо в классе повесить. А-а-а! А что? Он, вон, на той картине нарисован, а? Я что-то разглядеть не могу. Ой, я тоже не могу. А давайте посмотрим поближе. Давайте. Ой, хе-хе! Так это же, это же лебедь! Правильно. Лебедя нарисовал Илья Слесаренко. Он живёт в Волынской области Украины. У него очень выразительная композиция получилась. И такая простая и ясная. Единственную ошибку, которую сделал Илюша, он нарисовал белого лебедя на белой бумаге. А сейчас я его немножко поправлю. Я выделю лебедя карандашом. Вот так. Так. И вот здесь немножко. Вот. Действительно, теперь видно. А рисунок всё равно замечательный. Ой, а мне ещё вот эти цветы нравятся. А их кто нарисовал? А эти красивые цветы нарисовала Евдокия Черненко, которая живёт в городе Златоуст Челябинской области. И цветы у неё получились неожиданные. Это как бы орнамент из цветов. М-м-м. Молодец, Евдокия. Жаль, Шуни нет. Хе-хе! Она у нас большой любитель цветочков. А я тоже цветы люблю. А кто же цветы не любит? В общем, спасибо вам, ребят, за ваши рисунки. Они нам очень нравятся. Да, и мы всегда их очень ждём. Присылайте их нам побольше, пожалуйста. А я ещё хочу сказать ребятам отдельное спасибо. Ещё одно? Отдельное? Именно. Ребята, большое вам спасибо за то, что вы присылаете свои рисунки в больших конвертах. Они не мнутся и остаются красивыми. А теперь нам остаётся только попрощаться с ребятами. До свидания, ребята. До встречи. До свидания, друзья. Я ещё раз хочу вас поздравить с Рождеством Христовым. Увидимся в Шишкином лесу. Время быстро пролетело, Утро сказкой прозвенело, Улыбнулось облакам, Новый день приходит к нам. Рождеством Христовымо Субтитры создавал DimaTorzok